территория фабрики и мы видим на наших экранах спасенную анджел вы видели даниэла нет его пока нет ладно пойдемте даниэл справится догонит нас ура мы снова здесь в темноте в темном темном лесу где кроме призраков и монстров никого нету они все за нами преследуют и хотят схватить кого-то из нас а может всех такие идут сзади две тени посмотрим сможет ли лиса спасти всех но ты знаешь как минимум анджелу мы уже не потеряли и где там ребята я наверху о как же я вам рад и он тоже жив теперь похожа на мокрую курицу да у нас все целы кто-то отстал а может мы не пойдем вперед кто-нибудь из вас видел мэри я нет что у нас тут найден секрет старая машина что-то солнышко какая-то вся помученная было там 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 девочка мэри подожди давай осмотрим машину что у нас в багажнике класс теперь постараюсь об этом забыть на свободе вчера господин кларк покинул полицейский участок литл хоуп дело о страшном пожаре в доме семьи кларк закрыта на глазах свидетелей энтони кларк единственный выживший в огне отпущен полиции четверг полдень бедный мальчик наверняка он сейчас словно в аду высказался один из наблюдателей корреспондент хэроуд обратился господина кларку за комментарием однако он не обвинили кварка обнаруженного на месте происшествия с коробком спичек в руках в поджоге когда кварк выходил из здания полицейского участка литл хоуп было слышно как некоторые прохожие кричали ему гори в аду сотен ты сын давай вставляй свой сюжет я думаю примерно так это и было ты в этом сомневаешься но вполне вероятно видели будьте на чеку мало ли что ни единой душе не спастись в леду бог покуда ты жив ты должен умереть даже жене своей ты передал страсть к служению сатане можешь проклясть меня но жену мою покойную порочить и смей ты не смирился я должен изгнать дьявола дабы спасти город нет спасения жозеф отрекаешься ли ты от дьявола и его учить нет на мне греха я не дьявола город осквернен безумием пронесенным слугой сатаны надо помешать и не очень раздавить пытается помочь джозеф он давай попробуем помочь джозефу давай зачем мэри помогает да у нее шорде все хорошо не это написано было напасть на мэрия но я не думаю что мэри прям там виновата очень перед нами колдовство больше камней сокрушим дьявола внутри его что это запутка такая участь литл хоуп в ваших руках блин боже мой прости кажется стало только хуже темно и и и и и и и и и Что у нас, минус один? Великая эпичная битва. Аня, мы его не спасем. Я ждать не буду, скорее, а? Я ждать не буду. Да, давайте, не будем ждать, убежим. Заготовься, лиса, она сейчас начнется. Я тоже готова, давайте, дадим жару этому монстру. Четку только не убей. Анжела, беги, беги, родная, давай, ты сможешь убежать. Помогите. Так, 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 ну. Не туда, не туда. Да, 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 я успел. Нравится, Гондон! Ну, как некрасиво. Бежать или помочь? Помочь. Мы своих не бросаем. Это, это, из звонка. Девчонка. Все внутрь! Да, господи, ну что ты ко мне прицепился? Отпусти. О, мы всех спасли. Я его задержу. Хватит, стройте с себя героя! Спасайте свой идиотский замок! Это тупо, бегите оттуда! Он исчез? Я его больше не вижу. Может, он уже внутри? Ну, слава богу. Здесь что-то не так. Девиз этого города. Лиса, ты спасительница. Но, мне кажется, к концу мы вполне можем всех потерять. Если бы мы кого-то могли потерять, давно бы уже это случилось. Это новая часть? Что, да, следующую часть показывали? Прикольно. У нас тут что, завершение, да? Качалось на таких? Неа. Человек-бревно. Идет за нами. По всей видимости, нас окружают. И деваться нам-то особо и некуда. Так, это мы посмотрели, да, уже? Да. Ведьма летит на шабаш. Баба-яга. Может, кто-то подглядывает за нами? Мне кажется, не нужно выходить на улицу. Вот здесь есть, открыть. Но это же выход, да? Походим пока внутри. Ты уже третий раз пытаешься посмотреть эту фотографию. Мы же обошли уже, нет? Да нет еще. Секрет. Он слышал, она что-то говорила? Да, там сказали, им все равно. Кому-то на что-то все равно. Письмо. Читает преподобный Леонард. Девятое сентября 71-го года. Он весьма неграмотен, поэтому на его ошибки можно не обращать внимания. Дорогая Анна, спасибо за твое письмо о Меган. Понимаю твое беспокойство и хочу уверить тебя, что стропливое поведение твоей дочери отнюдь не редкость. Я уже помогал родителям с похожими проблемами и с радостью представляю Меган нравственный ориентир. В послании к евреям 12.11 говорится, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через чего доставляет мирный плод праведности. Подойди ко мне после службы в воскресенье и мы подберем время для личных наставлений. Преподобный Карсон. Ну ты прямо как будто в школе распереживался такой к концу и все. Ты мне дала ответственную работу. надо больше читать книжек. Там какая-то доска лежит. Извините меня, здесь весь дом держится на соплях. давай выходи. Не пойду я туда, мне страшно. Пойдем наверх, за девочкой. Идем. что это? Это девочка. Надо найти ее. Она здесь. Что за черт? Стой тут. Это должно нас опугать? Как-то уже к этому привык совсем. Постой, что-то здесь не так. Уверяю всех собравшихся, что ныне город освободится из лап дьявола. Милостью божий Литл Хоуп восторжествует. Даю слово. Суд был спешно созван, но тому есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла пропитавшего Литл Хоуп, нам должно действовать немедля. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Через куклу Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. Мы были обмануты детятей, ее личиной непорочности. Из-за куклы по недомыслию была посуждена отобита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили ее сородичей. Все не так, лжец! Сие порочное дитя! Порождение сатаныны не смеет обвинить меня, слугу Божьего, в злодействии! Это безумие. Эти люди с ума нахрен посходили. Я сроду не желала вредить ни городу, ни жителям. Поможешь? Что я могу? Если бы я мог, я бы как-то это остановил. И в час великой нужды сие проклятое дитя вновь взывает к дьяволу о помощи! Я молю суд выслушать! Мне нужно наставление. Наставь меня на путь. Не знаю даже, что и выбрать. Озабоченность? Или ярость? Ну же, ну же! Быстрее! Ярость давай! Надо помешать им! Этот суд какой-то чудовищный фарс! Карвер, вот кто злодей! Мы поддались на его уловки! Узреть истину сумела лишь Мэри. Преподобный Карвер, тот, кто призывает нас верить в дьявола. Молчи! Во всем повинен он! Тебе не обмануть нас более! Твой умысел ясен, как день! Я узрю сей город очищенным от зла! Ты все путаешь! Тебе не Карвера надо обвинять! Что сделать, дабы обратить Литл Бул к свету? Ты как? Тут видела сама ответственная нас не должна остановить Карвера. Ааа, давай, давай настойчивость. Останови Карвера! Может он просто молчать? там было сжигание куколки, но мне кажется это ну как бы плохой вариант. Помнишь, в начале мы же сожгли куколу и весь дом спалился? Да. Стоять! Что здесь за бесчинство? Что он шепчет? То, что он мне поведал, вызывает дурноту. Тебе предстоит ответить на многие вопросы. Как способен слуга Божий сотворить такое? Мэри, твои мучения кончены. Можешь идти. Глупцы, обмануты детем, разве не видите кто она? Истина пялится на вас из адской бездны, но вы слепы. Дочь дьявола надурила всех вас. Не меня. Я вижу ее. Вижу ее. Шлюха сатаны. Ты отплатишь за злодейство. Я в числе первых пал под твои чары. Ныне весь город одурманен тобой. Не найду слов. Без тебя я была бы мертва. ты спас меня. Отныне я тебя не забуду. Ну все, теперь спасти нас от всяких зомби. получилась. Готово? Да. ты ты точно все правильно сделал. Злодеем был этот конченый священник. Ну, да. Блин, я должен быть счастлив. Но я ничего не чувствую. Ладно. Идем отсюда. конец, что ли? ты спасла. всех спасла? Да неужели? там внутри никто не остался? рано радовались. Блин, это уже от меня не зависит, кажется. А почему ее? Почему она? она? Чё, её нефтью залили? Кажется, кто-то сглазил, сказав, что я всех спасла. Так это от чего зависит от того, что мы что-то раньше не так делали? Да, где-то раньше что-то не так сказали. Видишь, там показали под замочком обидчивость, насмешки. Они типа закрыты были. Ну ладно, это вообще-то хоррор игра. В каждом хоррор игре должен кто-то умирать. Как в фильмах. Ну мы один раз её спасли. Как можно её спасти уже дважды? Это невозможно. Эй! Зря ты вернулся. Держись подальше. Я никогда не забуду и не прощу тебя. Я не ищу проблем, окей? Мы уедем и не вернёмся. Тебя надо отправить прямиком в ад, грёбаный сумасшедший убийца. Это он! Что? Этот ублюдок вооружён. Вы о чём это? Вас ничего не беспокоит? Нет, прошу! Стойте! Вы не понимаете! Опа! Это же водитель. Мы направляем всех через Литл Хоуп. Всё нормально? Вас ничего не беспокоит? Всё нормально. Просто хочу довезти своих пассажиров. Вряд ли их потревожит небольшая задержка. Чего? Ты можешь все заткнуться! Так мы не найдём помощь и не выберемся! Мы всё это время играли одним человеком? Угу. И его воображаемыми друзьями. Эй! Здрасте! Простите, мы ищем водителя нашего автобуса, Джо. Видели его? Это смешно. Тут поможет выпивка. Спасибо. Нет. Нужно мыслить ясно. Ну, конечно, думать за пятерых-то. Нужны свежие мысли. Эй! Эй! Слышь, ты, педрила! Полить в меня нахрен улыбнул! Хорош прятаться! Полегче! Я же... Я хочу помочь! Видели эту дверь? Чего ты несёшь? Ничего тут нету! Эй! Они идут. Вряд ли он понимает, в какой мы передряги. У него опять личности. Ничего. Всё будет хорошо. Так это вся вот это вот то, что вот было, флэшбеки всякие. Это тоже всё хрень. Ну, ты, конечно, спросил меня, как будто я разработчик этой игры. Ну, всё. Конец. Свободный. Пока что. Но вы можете попробовать ещё раз постараться добиться большего. Вот в чём сложность с демонами. Если их не упокоить, они с вами навеки. Впечатляет. Почти все выжили. Почти. И вы в итоге нашли водителя. Может, теперь он перестанет жить прошлым. До следующей встречи. Может, в арабской пустыне. Или же где-то ещё. Ну, мы встретимся вновь. Один раз точно. Ну, мы вроде как более-менее норм пошли. Вот такая вот у нас история. Первая часть мне больше понравилась. А, да. Первая как-то поинтереснее, что ли. А здесь, в принципе, всё свели просто к тому, что он псих. Как я понимаю, он и есть вот тот выживший парень после после эпизода в доме в начале, который показывал. Ну, что ж, делал следующую часть. Которую уже аннотировали. Ждём. Мы будем её обязательно проходить и постараемся пройти её гораздо оперативнее, чем эту. Но только постараемся. Пишите в комментариях, что вы думаете об об завершении этой игры. Как вам сюжет Little Hope? Что вы поняли? Или не поняли? Какие у вас остались вопросы после прохождения этой части? С вами были Лиса и Йорик. И это канал Виллаф Плей. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok